вот это как раз самый первый самый старый ему 40 лет 39 половиной продолжаем поднимайте сейчас да только чуть быстрее будем смотрите поднимите в эту грушу это тот же самый гигант подмосковья просто лишним не будет складите туда вот теперь смотрите вот это вот уникальная вещь дотянитесь попробуйте эту вишню я привез с украины с детского сада там называется жуковка но возможно это жуковская так смотрю на вашу физиономию это самое это самое очень-очень-очень-очень тогда так когда закончим я не застала сколько вас времени я хочу чтобы вас остались лучше воспоминания то есть я вам даю стременку вы становитесь на стременку и соберете сколько хотите сколько дотянетесь уникальнейшая вещь во всей сибири ни у кого нет слащи этого вот смотрите что делается да мы не смогли все собрать птицы съесть они смогли это есть то что называется изобилие это есть изобилие так ну тут особо угощать нечем фундуков нет шелковица давно отошли плоды пойдет дальше ой я столько раз рассказывал своим зрителям надоел ну ладно раз вы снимаете пойдем сюда значит моя это дерево у вас как канал называется просто шелковица темно-красная темно-красная есть канал в ютюбе да как называется канал садоводство по железу вот если кому-то интересно подключаемся смотрим там очень очень много видео главное шех они это дерево самый морозостойкий в мире и самое северное в мире или листа прям резной красивый да кстати недавно сам узнал не знал каращил значит торговал в отрезал веточки высылал или ранней весной или посредине лета для укоренения и начал распространять как самого стойка по всей россии так но я не знал что эти листья заваривает едят для снижение сахара а я сам почти диабетик 8 9 10 бархат амурский там а теперь видите это я уже себе срезал нормализует амурский бархат и там придется тебе плодами до сих пор стоят невозможно не ягодку съесть на любителя они очень очень такие я не верю то что отравляет организм может быть полезно а это не отравляет черешня закончилась давно середине лета до регуляции хорошо сказано гуляем гуляем да я тут тоже часто сижу и рассказываю разговариваю вот разговоры разговариваю вот эти вот уже груши гости так хорошо поработали ну давайте хоть попробуем что ли он что-то торчит на тени смотрите у меня одна ветка несъедобная как сперва по вырастешь потом узнаешь вот давайте так сделаем твердые как камень это зимние ладно я вас угощу такими я эти нельзя есть несъедобные а я вас угощу памятью яковлева шедевром память яковлева да да а в каких я начинал это мне память осталось еще а то представляете когда 10 сортов на одном дереве плеваю один из них смотрите сейчас как бы вас и что интересно да ну это круглая груша которая да вот это вот вы можете не побрезговать откусить с этой стороны с этого начинал начинал наш весь сайногорск ну это ботаническом саду такие же в калах такие же голову и у меня она загружит 37 лет а я эту ветку так не трогаю одна память осталось ну конечно но есть же можно вниз и немножко но можно закушать вот мы сайногорцы все с этого начинали а пойдемте я покажу и угощу чем мы закончили идем 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 а вот вот это вот уже не высшая лига давайте потом если сможете выбирая получше они падают большой высоты а самый высокий а на высоте 10 метров очень высоко давайте пока попробуйте но это уже у меня второй десяток пока название как в этой как ни странно мировой лидер нарядное фиво как нарядное фиво вот я вам дал еще такое они обычно краснеет ну попробуйте ну как говорят но есть можно не за шедевром и мы еще идем за фиде понимаю что это в сибири вот обычно не окрашивается вот так вот так но я уже едем не мы смотрите у нее уже есть хозяева она уже она уже пролезала вчера было солнце здесь стоял сплошной гул пчел пчел и осы все было сейчас солнце дед и они как-то одно тем не менее смотрите я всегда делюсь никогда это один из моих главных советов никогда ничего сада выгребать нельзя не твое не наши не имеешь права все что упало с дерева вот они все должно вернуться на дерево пройдя через подземную эту обработку вот земля корни дерево воздух земля не наши и опять и опять корни это все проходит обработку с помощью червей с помощью микоризы и с помощью грибов вот потом потом может быть тут уже вот они падают последние но может быть вы соберете все таки ну хоть что получше ну-ка ну это все на грани жалко давайте пойдем быстрее а то у меня заряд какой-то ну на всякий случай покажу еще то что требует внимания у вас есть у вас есть в ботаническом саду вот это вот дерево это называется орех манджурский да это у нас есть манджурский а в ботаническом саду это как сорняк растет видите как он он по всему саду просто ровным слоем почему сошников был настоящим садоводом вот и понимал что такое и вот значит что мне кажется там где не просто одно дерево или одно огромное или допустим несколько лучше десять двадцать это фактически санаторий под ними располагай этих случаях говорю вам еще кому-то кто услышит располагая эти самые кефяки кровати лежанки или чистейший воздух и прочее прочее там эфирные масла какие-то он выделяет да в том-то и дело что выделяет только это ему приписали услугу вредного а у меня видите как у меня есть аналогия я особый человек я сам себя таким называю вот листья до выделяет фитоциды значит и плоды вот мы сейчас видели сколько их лежит у них дело идет все их можно они конечно уступают по качеству грецким орехом вот но терпение есть терпение есть тогда получается что можно наестся мякоти а у него мякоть настолько полезно обманжурского ореха что его у меня есть фильмы специальные берешь обыкновенная этот полено вот такой вот в середке дырку и не в дырку а выемку отверстия вставляешь туда орех ставишь точком разбиваешь и это а потом чуть-чуть поковыряешь все но если даже ограничение есть он настолько полезен что его пользу может стать ядом если ты его переешь вот этот момент все полезное польза гигантская да польза гигантская потому что зеленая пока он покрыт зеленым да вот его 2 миллиона доплатил кусками получилось всего-то 50 50 мало 50 суток мало вот видите заброшенный участок вот за 50 тысяч сотка них не смогли купить хозяева отказали а потом сами что вырастили видели вот эти вот березы самое обидное что тут могли расти мои персики этих и черешни а мы жмемся это я ест постоянно вырубаю деревья вы поверите мне постоянно так давайте быстро сейчас угощаю этим опортом 600 граммов и потом груши меня потом у меня закончилось это вот я не а уже не интересно будет или все видят или один так внимание барабанная дробь внимание выбираю выбираю не самый крупный подарок фирмы а порт алматинский вот но но и размер про чувствуем ребят это надо четко понимать что мы сейчас находимся и в краснодарском крае а сейчас у нас получается уже вторая половина сентября но в этом году задержалась лето неожиданно по сути все зеленые уже должно быть все желтое поздно до весна позже все меняется и очень просто в подарок да такая осень я каждый день обливаюсь из бочки с таким удовольствием холодненькой водичкой так какая она холодненькая градусов 15 15 в сибири осенью холодная водичка я старый морщина только бросил купаться в венесея в ледяном потому что боюсь 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 а это питомник сергея железо мы еду угощать супер грушами но на походу любуйтесь в данном случае груши если у вас нету груши и вы хотите посадить реальную грушу вот не привезен откуда-то а та которая точно вырастет вот здесь у нас в регионе надо приходить вот этот питомник находить экспертов и только у них покупать саженцы точнее у железго сергея и его жены татьяны кстати ведь и желтая да есть поняла это лещина причем осень плодоносящая чего я сам не ожидал так знаете сергей как-то выписал и получил фонарик а мы не брезгуем ведь можно же в саженцы высылать на крайний север фонарик то есть вы этими полкультурками не брезгуем вот а теперь идем дальше ну тут с той стороны я осталось два плодика но это зимние вот а все равно срывает гости а я вот сейчас угощу супер сортам вот готовьте рот так держите положите туда так это тоже у нас это прямая груша да это груша память яковлева но это вот средний плод получается это мелкий мелкий это год особый но даже в этом году у меня есть фотографии плоды никто достигали 200 300 грамм раньше все таки в этом году это видимо в этом об этом да ну хотите я найду покрупнее не почему они настолько хороши вот пожалуйста кладите себе в котомку вот эту она уже приличная и раз упала значит совершенно спела можете при мне попробовать еще раз говорю это высшая лига да да это тоже праздник вкуса прям до праздник курса так ну еще чем-нибудь угощу ко мне приезжал курдюм приезжал ко мне курдюмов вот им его почему-то интересовали полку турки и ранецки так вот но я угощал он дико восхищался восхищался невероятно оказывается как он жаловался все культурные яблоки там абрикосы персики 5-6 лет сгнивают значит яблоки стали имеют вкус картошки сарелописи спробовали а попробуйте смотрите итак перед вами знаете кто перед вами аленушка лучше я считаю лучший самый удачный у сибирских сортов полку турка угощайтесь он там весь упавшие вот принципе они все спелые ну давайте упавшие глядя давайте и если есть аленушка где-то рядом должен быть братец иванушка вот тут был брать в моем детстве именно такая была культурка росла у нас на даче там было целое ведро и у нас они до ноября долежали мы на ноябрьские праздники ели вот смотрите супер садовод дальнего востока прислал эти косточки слива смотрите сергей вырастил вон на земле лежат теперь у меня головная боль что мне себе делать мои не мои не дичают а у него а его дичали смотреть с косточками одна из проблем они потом поросли дают нет это отдельный разговор для меня поросли это чудо это находка это будущее саженцы они сохраняют качество родителей вот людям простым внушена и внушена ненависть поросли и когда мне звонят и говорят это касается яблонь вишен слив поросли дает я дает в трубке пи 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 так ну что давайте обход закончим да это супер сорта королевский фаина но здесь уже я так понимаю уже все урожай закончился давно но какой урожай это немыслимо все таки надо в конце августа и начале сентября шва при а главное вот если еще немножко запись идет то пусть вы поймите самые лучшие места это склоны гор склонных холмов вот смотрите самые лучшие деревья посмотрите найдите хоть какие-то болезни найдите хоть одну граммульку этого самого манилиоза который уничтожает их не 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 штуками там на юге гектарами уничтожать и все считают что манилиоз это страшная вещь что он уничтожает деревья одна из самых страшных ошибок на планете на всей планете один человек из миллиона ученых а я не ученый только один знает манилиоз безопасен манилиоз есть только это официальное заявление это будущее нобелевская премия которая не мне достанется вот когда крутой ученый дойдет до него и он выступит с трибуны нобельского варианта вот хорошо если он меня вспомнит а я утверждаю что вот это все чистое деревья манилиоз обсыпьте его всякими грибами спорами прям с этого с вертолета чтобы вот так засыпала папа это вот ни одной лист не пострадает никогда ничего манилиоз и парка микоз и прочее 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 парша они едят только больные деревья больные листья больные плоды только когда они омертлее ткань тогда садятся на мертвую живую никогда но так получилось что сто первый раз говорю 20 лет долблю тишина полная это не снимает необходимость миллионах тонн вдумайтесь это тысячи этих целых железнодорожных составов которые перевозят тысячи контейнеров которые по по морю и прочее это все не надо это все ошибка просто нужно даже в сибири можно вырастить абсолютно здоровые деревья ведь это же не просто абрикосы это супер абрикосы здесь плоды от 80 до 130 грамм понимаете и вот это всю красоту